В этой замечательной семье все сбалансировано. Татьяна молодая мамочка двух детишек и очень ответственно подходит к домашнему рациону питания. Утро начинается у нас с овсяной каши. Предпочтение даем именно ей, поскольку это легкий, теплый завтрак. Мы добавляем туда мед, добавляем ягодки. Однако есть такие коварные продукты, которые большинство мам считают полезными, а их на самом деле лучше исключать из меню ребенка или сильно ограничивать в количестве. Татьяна знает о них не понаслышке. Есть в быту ошибочное мнение, что манная каша очень полезна. На самом же деле от нее только поправляются детки, что говорят, подтверждают со временем диетологи. И лучше эту кашу, естественно, заменить овсяной кашкой, рисовой кашкой, любой другой. В том числе рекомендуется ограничить количество оливкового масла в пище ребенка. В 10 граммах продукта содержится 90 килокалорий, поэтому не стоит удивляться тому факту, что малыш ест полезное, но при этом все равно прибавляет в весе. Также ошибочное мнение по поводу сырков глазированных. Конечно, это вкусно, но лучше и больше пользы будет, если просто сделать сырники. Быстро, вкусно, полезно. Натуральный йогурт сам по себе очень полезен, однако проблема заключается в том, что из-за его кислоты употреблять напиток в чистом виде не могут и не хотят не только дети, но и даже взрослые. То, что касается йогуртов, нужно смотреть на наличие стабилизаторов, консервантов, чем они представлены. То есть это натуральный, это может быть камень, натуральный стабилизатор, это может быть модифицированный крахмал, его тоже не следует опасаться. И еще один такой важный показатель, как срок годности, срок хранения этого йогурта. То есть чем он меньше, тем больше, естественно, в нем натуральных компонентов и тем меньше в нем искусственных консервантов, стабилизаторов, ароматизаторов. Чай. Казалось бы, тонизирующий продукт, но при высокой крепости и чай, и кофе из-за содержания кофеина могут повлечь за собой серьезное расстройство сна и частичное или полное истощение нервной системы. Популярные на сегодняшний день кондитерские изделия. К сожалению, встречаются в их составе и тоже пальмовое масло, трансжиры, которые могут нанести вред в первую очередь детскому организму. И нужно опять-таки смотреть, чтобы этот продукт, он не встречался очень часто в питании ребенка. Пальмовое масло сегодня встречается и в косметике, и в кулинарии. Увы, это происходит не от того, что оно полезно, а потому что оно дешевое. Если он превышает цифровое значение, о котором прекрасно знают производители, то тогда вот это пищевое масло пальмовое, оно автоматически становится техническим. Оно имеет температуру плавления выше, чем температура человеческого тела. Требует значительных усилий со стороны организма в выработке дополнительной энергии для того, чтобы усвоился тот продукт, в состав которого входит пальмовое масло. Обратите внимание на орехи и сухофрукты. В них содержится немало витаминов, но их калорийность крайне высока. Рекомендуемая порция орехов – 25-30 граммов в сутки. Еще одно распространенное заблуждение о том, что нужно постоянно принимать витамины, нужно постоянно есть большое количество овощей и фруктов. Нужно прежде всего обратиться к своему участковому доктору, к терапевту или к педиатру, пройти соответствующие обследования, сдать анализы. И только по результатам этих анализов доктор каждому индивидуально может порекомендовать, есть ли ему необходимость увеличивать либо количество съедаемых фруктов, либо добавить прием специальных витаминных препаратов. Помните, в вашем холодильнике обязательно должны быть богаты витаминами, белками, микроэлементами, полезными углеводами и легко усваиваемыми жирами продукты, которые прививают культуру вкуса у ребенка с самого раннего возраста. Питайтесь правильно, и ваш малыш будет расти здоровым. Мария Крондо, Сергей Капустин, Утро Студия. Хорошего настроения!